Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Мы вновь работаем только по скайпу и вынуждены как раз находиться в режиме самоизоляции. У нас на связи экономист Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Какое бы ни время слушали, я рад вас приветствовать. Дмитрий, у меня такой вопрос к вам. Вот появилась новость, что правительство купило акции Сбербанка. У меня возникает сразу мысль, а почему в кризис необходимо что-то покупать? Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы переложить, иметь такой формальный повод, переложить деньги из фонда национального благосостояния в бюджет. Да, что Центральный банк продал Сбербанка, пока не начали Сбербанка, пока они окончательно не упали, потому что их купили из расчета той цены, которая была до 9 марта. Когда решение насчет того, что давайте мы сейчас поставим всех в известную позу на рынке нефти, привело к обвалу российского рынка. И, соответственно, когда еще покупать, как не сейчас? Потому что непонятно, как пойдут дела, непонятно, когда восстановятся доходы от нефти, непонятно, как будет с банковской системой. Минэкономразвитие сказал, что он не может сформулировать прогноз. Надо, кстати, как-нибудь сформулировать наш прогноз. Что будет? Помочь. Давайте поможем как-нибудь Минэконому это сделать. И, соответственно, сейчас самое время, когда деньги из ФНБ можно перекинуть уже в бюджет. И, видимо, вот эти деньги, которые пошли из Фонда национального благосостояния, пошли в доход Центробанка, а, соответственно, доходы регулятора, они перечисляются в бюджет, вот это все, что будет использовано для, скажем так, спасения в случае кризиса. Потому что у нас ФНБ, он должен быть не меньше, не больше должен быть 10% ВВП, когда он больше 10% его можно начинать тратить, вот его и потратили. Вот, теперь оно уже меньше, теперь его трогать нельзя по закону. А вот в рамках вот этих двух триллионов, видимо, будет крутиться все. Компенсация, соответственно, закроют бюджетные дыры, которые образовались, кстати, в том же Центральном банке. Вернее, не бюджетные дыры, которые образовались в балансах банков, которые Центральный банк сонировал, когда у них отбирали лицензии, ну и так далее. Вот, заткнуть эти дырки, эти, соответственно, долги военных предприятий, которые все обещали списать, и такие неотложные расходы бюджета. Ну, а то, что останется, там, сдача копейки с рубля, ну, видимо, она будет пущена на компенсацию издержек от вот этих мировых карантинов и российского. Ну, то, что останется. Если не останется, значит, не будет пущена. Дмитрий, ну, получается ли это, что происходит обратный процесс приватизации, то есть национализация Сбербанка? Или я неправильно это расцениваю? А, слушайте, нет, не приватизация была. Ну, что вы, здесь, понимаете, акционерами Сбербанка стали те люди, которые должны, скажем так, и должны были ими стать. Нехорошо, скажем так, у нас же люди все обидчивые. У нас был один бывший вице-премьер, он как раз занимался, будучи в правительстве, вот этим вот разрешением торговли акциями Сбербанка, выводом их на свободный рынок. Да, и так получилось, что вот он как раз взял в долг денег на то, чтобы купить акции Сбербанка прямо вот перед теми, как они выпущены были в свободное обращение и дико подорожали. Вот, и он получил за свои акции в нескольких десятки раз больше, чем заплатил. Все честно. Ну, то есть бюджет России от этого не пострадает, наоборот, какие-то будут, значит, кризисные моменты у банков снятся. Да, понимаете, их уже снимать-то некуда. Еще раз, это ситуация, когда у человека, ну, скажем так, онкология уже в плохой стадии, да, ну, а ему немножко, там, не знаю, дали аспирин, там, ему, не знаю, сняли температуру, там, вывели его погулять. Вот так примерно. То есть здесь критично еще раз. Рассуждение здесь такое, что если не восстановится, не удастся стабилизировать цены на нефть, и не восстановить вот эти нефтяные доходы, то здесь уже ничего не поможет. Ну, а пока, да, действительно, надо какой-то механизм, чтобы где-то взять деньги. Ну, не из того же фонда, там, да, не с секретных же счетов их снимать. Вот. В общем, да, вот такая сумма, чтобы создать вот такую сумму на счетах, из которой и можно будет, там, оплачивать убытки какого-то нашего мега-крупного бизнеса, может еще какой-нибудь мост построить, вот, выплатить содержание денежно-силовым структурам. Ну, вот это будет из этих денег. Нет, а как этот центральный банк будет строить? Это же деньги-то куда уходят? Нет, деньги уйдут в бюджет, и центральному банку ничего от этого не будет. Он просто посредник в операции. Да, он был владельцем, но он был владельцем Сбербанка, что, кстати, не очень правильно, да, с точки зрения, там, как бы конфликта интересов, да, не может быть регулятором одновременно и владельцем коммерческого банка. Но он его продал. Так. Это здесь, не надо здесь видеть каких-то больших, там, макроэкономических последствий. Это просто перекладывание денег из одного кармана в другой, ну, вот по такой схеме. Вот объясните же эту схему, деньги откуда, из какого кармана? Это деньги из фонда национального благосостояния. Их нельзя тратить напрямую, да, вот как бы вы ни хотели, но их надо каким-то образом перевести в бюджет. В бюджет их надо перевести, там, на что-то, да. И самый вот очевидный вариант, это, да, вот купить Сбербанк. Центральный банк получит, за счет этого получит прибыль, эту прибыль перечислить в бюджет, вот у нас в бюджете появляются дополнительные деньги. А, то есть центральному банку деньги не остаются, они уходят? Ну, часть он заткнет, там, этими деньгами заткнет какие-то свои расходы необходимые ему. Я сейчас не могу сказать, что он именно это сделает. Да хоть бы и все перечислил в бюджет. Он в данном случае это посредник сделки. А, ну теперь картина... Такая схема. Картина теперь становится яснее хотя бы немножко, да? Ну, это очевидная, в общем-то, картина, только ее никто и не скрывал, что в данном случае речь идет просто о схеме, по которой государство перекладывает из одного кармана деньги в другой карман, скажем так, в который легче сунуть в ухо. Да, ну и последний вопрос. Вот вы видели, наверное, последние два дня Владимир Путин у нас собирает совещание о том, как строить ракеты, о том, как развивать оборонную нашу промышленность. А это вообще зачем? Неужели в кризисное время это так важно поддерживать нашу оборонку? Вы знаете, это то, что ему интересно. Он занимается, руководитель, это показывает, если там рассуждать в терминах сигналов, да, посылают сигналы, это показывает то, чем вот интересно начальство заниматься. Но это просто развлечение получается? Еще раз, это показывает приоритеты. Мы не знаем, как он относится к этому всерьез, и мы можем говорить только то, что нам показывают. Нам, считаю, нужно показать, что вот это важно. Потом по всем, понимаете, в чем дело? Вот выйдем на улицу и спросим у ста человек, да? Все скажут, что да, жить трудно, да, вот зарплата маленькая, да, вот весь в кредитах, да. А зато посмотрите, какие у нас ракеты. Ребята, если люди хотят менять свой, скажем так, менять свое масло на чужие пушки, ну, кто ж может возразить? Еще раз, телевизор показывает, как правило, то, что ожидают телевизионщики, что людям понравится. Если бы массово выключали бы телевизор, или они фиксировали бы какое-то отторжение этих передач, наверное, вы не показывали, показывали бы что-то другое. Нет, простите, Дмитрий, нам же показывают, что работает президент, как работает, да? Ну, вот он, да, вот он занимается, вот у него есть телевизор. Космонавтами встречается, значит. Космонавтами, да, важно. Как ракеты думают. Он не думает, как наладить производство вот этих аппаратов искусственных вентиляций. А почему он должен об этом думать? Это думают какие-то там вот люди, это какие-то предприниматели. Губернаторы думают. Это губернаторы должны думать. Если не получится наладить, так это же не он виноват. А если бы он занимался бы этим, ну, наверное, предполагают, наладилось бы. А так губернаторы должны заниматься. Ну, да. Видимо, ракеты и пушки важнее жизни. А ракеты и пушки, конечно, вы не можете проверить. Понимаете, в чем дело? А вы же не знаете, вам говорят, что вот пушки, вот ракеты. Прекрасно. И, ну, вы не можете проверить, еще мало людей, которые эти ракеты видели по-настоящему. Вот. А имеют об этом представление. А, соответственно, здесь, а вот то, что не хватает в больницах, там, каких-то средств защиты, это может увидеть каждый. Да. А какое отношение? Вы тоже наверняка слышали очень часто, когда говорят, вот, там так, переводчик, там, слов, наместник, руководителя на земле, он говорит, а это не наш вопрос. Это не наш вопрос. Наш вопрос, вот там ракеты. С Трампом поговорили по телефону, да. А здесь на везу есть губернаторы, они разбираются. Вообще маски сами можете себе сшить. Вот ракету вы себе за него можете сделать же сами. А сшить маску, пожалуйста. Ну, простите, аппарат искусственной вентиляции легких, как мы его сами смастерим, тоже? Нет, вот, пожалуйста, вам же делают их, вот, значит, их много, их вон там отправили, в Сербию отправили, там. В США. В США отправили. Продали. В США продали. Ну, все равно. Все равно. Нет, там продали. Там можно всегда сказать, что, знаете, продали, чтобы купить, там, типа, продали по двойной цене, себе купили еще. А вот в Сербии важно, в Сирию важно. В кавычках важно. Почему? Ну, действительно. Еще раз, если бы для них не было важно отправлять эти аппараты, там, в Сирию или в Сербию, этого бы нам не показали. А нам не просто отправляют, а еще показывают. Значит, вот видите, вот важно. Ну, да. А в Воронеж купите сами. Выводы тут, конечно, напрашиваются сами. Еще раз, они, политики, очень редко делают то, что идет в разрез с ожиданиями их избирателей, так, как они их правильно понимают. Ну, просто. И, если кто-то думает, блин, не надо нам маски и не нужны нам аппараты искусственной вентиляции легких, Путин, давай строй ракеты. А значит, какая-то часть действительно так думает. Вот, знаете, есть такой политолог замечательный, Буэнадо Мескита. Он объяснял, как на самом деле выигрываются выборы. Значит, есть, представьте себе, есть два политика. У одного из них есть такая твердая группа поддержки, которая за него будет голосовать в любом случае. Неважно, почему. Ну, потому что он там, не знаю. В Африке это вообще видно. Потому что он там принадлежит к одному племени своему. А другие будут голосовать за другого по-любому. Вот, неважно, что он делает, а тут они голосуют за него.